Этот дом, предназначенный под арендное жилье, строители должны были сдать еще в прошлом году. И это не единственный долгострой. В Шимкенте 9 домов возводится с нарушениями сроков. Отставание от утвержденного графика строители объясняют плохими погодными условиями. Сильный мороз повредил штукатурку. Но строители дают двухлетнюю гарантию на свою работу, поэтому в конечном качестве объектов не сомневаются. Она примерзла, мы сами убрали, чтобы не дожидаться, пока она упадет. Вот, как вы сказали, компания нормальна, чтобы потом нам... У нас два года гарантия на эти дома. В Шимкенте в рамках жилищной программы остались неосвоенными 74 миллиона тенге. Теперь же тем, кто не будет укладываться в сроки, городской отдел строительства будет применять административные санкции. Ответственность, помимо строителей за срыв сроков сдачи объектов, несут и специалисты технического контроля, говорят сотрудники управления капитального строительства. Специалисты технического надзора должны с первого дня ввести контроль, как ведется строительство, какое качество работы и в какие сроки сдается объект. Все это в компетенции технадзора. Сотрудники этого органа заполняют форму 2, и поэтому за срыв сроков также должны отвечать. Представители партии Нуратана, смотрев объекты, сделали свои замечания. По мнению партийцев, проект «Квартир» малоприспособлен для комфортного проживания, а однокомнатные квартиры ничем не отличаются от комнат в общежитии. Вот посмотрите на эту однокомнатную квартиру. Здесь нет кухни или комнаты, не знаешь даже, как их сказать. Только газ плита и раковина стоят. Если здесь кухня, то где людям отдыхать? Надо на это обратить внимание. Все проблемы, о которых члены партии узнали в ходе этого рейда, они поднимут на одном из ближайших собраний партии Нуратан. Даня Архудайбергенов, Константин Исупов, Платон Веденев, информационная служба телекомпании ОТРАР.